Мил Эл, огромное спасибо за очень щедрый донат, который покрывает, ну, собственно, не совсем полностью, но огромнейшую часть ролика, даже не ролика, стрима Сергея Сокова. Первые 28 минут по просьбе Мил Эл мы скипаем. Ну, собственно, сообщение такое от него всем зрителям, что, господа, когда будет гитарная история, давайте вы тоже скидывайтесь, потому что что, типа, контент для вас делается, можно сказать, в одно рыло одним человеком, так что давайте, фонд, можно заранее скидываться в фонд просмотра, значит, второго ролика Сокола про гитарную историю. Вот, ну, сейчас будем смотреть, я не знаю, почему с 28 минуты, что там было до этого, уж хз, ну, давайте. 624 тысячи рублей. Как было за реквещены, так и смотрим. Это, представь, это за все время моего канала, от первого подписчика до 17 тысяч, как сейчас есть. Очень тихо он. И это вот все деньги, которые мы на стриме собрали, 624 тысячи. А сколько квартира стоит в Москве? Тут в Перми квартиру не купят. Так, ну, это, кстати, довольно радостная информация, потому что я, если честно, думал, что у него гораздо больше там бабла. Я не знаю, когда у него канал, типа, от первого подписчика, вот этот канал именно, сначала старая. За три года 600 тысяч. Это довольно немного, это, в принципе, очень, это радует. Он не может не радовать, что Сокол-бомжа ему задонатили мало. Достаточно. Потому что мне задонатили за всю историю... Немного осталось до трех миллионов. Типа. Ну, как бы, я на эти деньги живу сколько? Пять лет, наверное, уже. Купить на такие деньги. Сколько мы там собирать на это будем? Это нереально. Пока. С моей популярностью. Я красно знаю музыкантов, особенно... Ну, пиздец, у него звук ужасно тихий. Соответственно, если будут донаты, они будут орать. То есть у него тоже вот... Вот вам еще одно сходство в копилку с Сопрыкиным. То есть, типа, ну, Сопрыкин... Ну, хотя Сопрыкин тоже, он же со стримов это все делает. То есть люди не умеют на стримах звук делать. Как это мы вот так, наверное, тогда душ не устроим? Наши здесь. Никто не хочет заниматься этим. Надеюсь, донаты не будут орать сильно. Все. Если будут. Звездные, все хотят, чтобы кто-то это делал. Вот. И потом обижаются, что если не так. Залежал и кабачок. Раз, два, три. Раз, два. Так. Верка. Раз, два, три. Сокол, через полгода, получая квартиру, в Новороссийске. Буду сдавать рядом с метро Некраска в Москве. Тебе за 20 тысяч сдам. Ты же с девушкой. Она точно работу в Москве найдет. А ты стремить продолжишь. Нет. Не пойдет. Не пойдет. Нужна своя хата. Пшэ? Какой важный хуй. Ну, здесь в этой... Не, я, кстати говоря, ну, свою хату хотел бы просто для того, чтобы ее сдать и получать с ней бабло. Мне кажется, жить в съемных по ряду причин даже лучше. В стране невозможно Мазеханту самому рулить. Всегда можно. Может, я привык просто. Которые этим занимаются. И туровые менеджеры. Это огромная работа. Что я и говорил буквально несколько минут назад. Это нервы, и поэтому... Я не слышу, что он говорит серьезно. Он просто... Очень печально, что такой... С таким материалом, да, приходится работать. Я не слышу, что говорит Смольский. Потому что Сокол его сделал по-моему, датски, тихо. Которые этим занимаются. И туровые менеджеры. Это огромная работа. Что я и говорил буквально несколько минут назад. Я даже у себя компрессор, наверное, либо Офт, либо другой поставлю сейчас. Конечно. Сейчас приду. Работка была... Раз, два, три. Сейчас посмотрим, что можно сделать. Я думаю, что этот тандем такой был Кипелова, Ли и Пушкина, наверное. Зато вот... Скорее... Я думаю, что трио такое было. Раз, два, три, четыре. Чего я скажу, что... Наверное, заря, что Кипелова пошел. Раз, два, три. Вот! Как бы, скажем так, стало две хорошие группы. Стало две хорошие группы, а была одна супер мега-блокбастер. Вот такая вот. С Кипеловым. Наверное, все-таки Ария с Кипеловым. Это было... Так, что, Дана там был, пока я ходил, или что? Беграунд такой. Смольский взял бабки, поехал в Германию сводить альбом Кипелова. Говорил, что музыканты Кипелова никакие. Не сыграны и записывают очень криво. Кипелов говорил, что он кидал. Такой бабки взял, но альбом получился так себе. Он развинчивает эти слухи. Развинчивает. Хорошо, смотрим тогда. Залежал кабачок. Нет, после залежала кабачка никто не донатил. Как-то правильнее. Это было, наверное, поинтереснее. Потому что тандем такой хороший был все-таки в Арии. Там много было людей, которые очень хорошие идеи подкидывали. Ну, Дубинин с Холстиной. Да, Дубинин вообще молодец. По вкусам, по энергии. И Терентьев все. Это были такие харизматические какие-то такие вот ребятки. Что-то было у них интересное. Правильно говорит. Харизматические. Все вот из старой вот этой когорты, они, конечно, со своими плюсами и минусами. Но они именно личности, которые интересны на самом деле. То есть с Холстининым я вживую не встречался, с Терентьевым не встречался. Вот интересность Терентьева в кадре, когда он что-то где-то появляется и в жизни, она вот не развенчалась при встрече в жизни с ним. Мы несколько раз встречались с ним, и этот человек был всегда максимально интересен. Здесь Мольский правильно говорит. И мне это вот нравилось как раз. И Кипелов прекраснейший вокалист вообще. Пушкин, ну не слушал еще. Очень молодец. Что случилось? Почему вы стали врагами? О, дошло. Почему вы стали врагами? Вот он вопрос, ради которого мы здесь все собрались. Так, погнали. Я бы не сказал врагами, там просто вот. Маньякин сказал, что вы враги. Вы слышали это? Ну я бы не сказал, что... Маньякин сказал, что вы враги. Что там у Мани, какие там у Мани обиды? Ну Мани в принципе я бичевый человек. Он и на меня обиделся там, понятно. Я не буду говорить там с кем... Ну со Смольским неудобно было играть. А в плане того, что от него для меня исходила какая-то плохая энергия. Какой он тебе Мани пиздец, я не понимаю, блядь, кокол. Вы слышали это, блин, вообще? А, блин. Это вообще прекрасно. Блин, я ожидал что-то подобного. Ну, блин, настолько крутое изречение. Знаете, я не могу играть со Смольским, потому что какая-то... Ну почему, почему? Какую-то объективную причину, назовите. Плохая энергия от него шла. Ну мы что, блин, это... На битве экстрасенсов находимся? Что происходит? Так, что там происходит? Истинный сокол только я могу быть. Как мог ты так назваться? Мак, ты в своем ролике про лаптево по груши бил ногами и руками. Что за вид боевого искусства? Это киокушинкай каратэ. Киокушинкай. Самый... Один из самых жестких каратэ. Вот, у меня 5 IQ в этом спорте есть. Ну, кто... У меня 5 IQ кто-нибудь вырежет, блядь. 33-15. Один из самых жестких каратэ. У меня 5 IQ. Вот, у меня 5 IQ в этом спорте есть. Кто понимает, это разряд пояса. Да ладно, Роб. Поэтому мы с ним враги. Враги? Враги! Враги! Враги, потому что от него исходила плохая энергетика. Можете себе представить? Что за... Бля, враги со Смольским кипело. А не, блядь... Сейчас зайди, сейчас все. Маня, что ты несешь? Алло. Волосы срезал и все уже. Еще что-то срезал вместе с волосами сразу же. Что это за объяснение? Мог бы сказать, там, я не знаю, у нас были конфликты, ссоры или еще чего-то там. Из-за этого мы с ним дошли до такой точки кипения, что теперь уже просто ненавидим друг друга. И можно сказать, что мы враги? Нет, он все это вот пропускает. Какую-то вот... Ну, какую-то логичную чихаду вот эту все. И говорит просто плохая энергетика. Ну, по-моему, весьма металличная, весьма в стиле фэнтези и прочей хуйни. Поэтому мы с ним враги. Охеренно объяснил. Просто пять плюсом, манякинг. Бывает, видно. А что ты не объяснил? Что с этим не так, блядь, Сокол? Ты же сам... Он сам любит требовать, когда кто-то про него говорит, типа, ну да, Сокол, охеренно ты объяснил. Он любит требовать, типа, что, а что я не так сделал? Поясни, что не так. А тут он сам так не делает, типа. Не объясни. Не для него, может быть. Тут... Ха-ха-ха! Посмотрите, как Смольский реагирует. У него прямо улыбка человека, который вспомнил что-то хорошее. Знаете, вот... Когда... Я когда вспоми... А, Сокол теперь еще и физиогном. Я вспоминаю свои ролики пролаптиво. Я вот так же реагирую. У меня такое же лицо, как у Смольска. Я вспоминаю этого сумасшедшего дурачка. Вспоминаю, как это было весело в свое время, да. И так же улыбаюсь, смотря куда-то вверх. Вот я не говорю, что манякин дурачок сразу. Я про себя сейчас говорил. Поэтому не надо тут. И вот он сидит с таким же лицом. Так. Андрей Лаптев. Кипелов бокс, Окол, Лох. Молодец! Господин Тролль, хорошо. Я думаю, как раз проблема из-за того, что музыканты на каком-то таком обзеленном уровне перестают общаться. И у каждого получается же Кипи-менеджер. И все разговоры... Господи, Тролль, блин. У Кипелова все... У всех менеджеров Кипелови. У каждого человека менеджер есть свой тайный менеджер. Не знал об этом ничего. Интересно. Сделай видео громче, а то говоришь, будто на 100% звука, а видео будто на 50%. Понял тебя, понял тебя? Евгений. А ну-ка вот так. Там переругались, и кого-то приглашали, чтобы... Ну и мне сейчас ебаться. Отлично. Сделать надо было вообще все громче, блин. Это, в принципе, та же ситуация была. Там был слегка испорченный телефон иногда. То есть что-то договор... Всегда решайте свои вопросы с человеком. Лично. Лично. Блин, насморк. Сейчас приду. Так, мотнем. Мистер стул. Гребаный ренит. В большинстве случаев вам передадут... Передадут не то, что человек сказал. Вам обязательно исказят. Исказят интонационно, по-смысловому, по-разному. Бля, нельзя, типа, полотенце, как я, сделать какой-нибудь пожухлое, и в него сморкаться. И вы поймете не то, что сказать хотел человек. И потом будете на этого человека обижаться. Всегда проверяйте обязательно. Прежде чем злиться на... Он сейчас отбегать будет каждые сто лет. ...кого-то. Проверяйте, что человек на самом деле говорил. И как он это говорил. 5 секунд, то есть. Так, донатик у нас подошел, да? Норик, привет. Желаю развития твоему каналу. Норик, от души душе. Спасибо. Паривался, кто-то не знал. Кто-то потом начинал обижаться там. И я думаю, что в конце вот пошел такой, как ты говоришь, чёс. Блин, как человек интересно спокойно рассказывает. Посмотрите, обо всех событиях, которые у него происходили в жизни, он рассказывает с такой какой-то добротой, с таким философским спокойствием. Очень приятно слушать человека прям вот... Прям смольски вот так вот на 90 градусов развернулся в моем представлении, что это за человек. Я думал, это такой, знаете, хитрый, мелочный, какой-то лицемерный человек, который, ну вот, слава про него же слава, когда он скипел, ушел. Там и людей кинул, и там и гнилой, и все. Это вот прям сейчас сижу, вообще человек другой просто. И вот я тоже стал жертвой вот этих вот слухов, понимаете, друзья мои? Вот так вот всегда нужно проверять. Вот я впервые смольского вижу, когда он говорит что-то именно, а не играет. Это прям человек раскрывает. По стадионам, по клубам и не было общения музыкантов. Программа была, мы там собирались, ехали на гастроли. И вот такое обычное, такое музыкальное, вообще необычное, вот там. То есть я понимаю, что в начале, в принципе, все было хорошо, потому что видео, где вы в студии, ну, дружественная обстановка. Все было сейчас хорошо. В начале, господа, всегда все хорошо. Я не раз это вам говорил. Это называется конфетно-букетный период. Когда ты начинаешь с кем-то общаться, дружить, встречаться, неважно, в общем, какое-то личностное, тесное взаимодействие, когда начинается, люди всегда стараются показать себя лучше, чем они есть. То есть они пытаются показать самые лучшие свои стороны, грани, а свои какие-то тараканчики, они прячут глубоко внутри, чтобы для человека в его глазах показаться хорошим, с лучшей стороны показаться. А потом, когда вы немножко уже становитесь своими, вылазят как раз вот эти все тараканы. И человек, когда, ну, вот это все вылазит, люди не понимают, как так произошло. Думают, вот человек был один, а теперь человек совершенно другой. Я человека не узнаю. И вот это вот происходит всегда, в любой сфере. Здесь произошло то же самое. Смольский попал в Кипелов. Сначала вроде чужой человек, сначала надо притираться, все там пытаются как-то сдружиться, и все лучше из себя достают. Но вот потом немножко сдружились, и из всех поперло все скрытое. Просто кайф отыграться в этот тур. Огромное спасибо ребятам за приглашение, потому что... Друганы сидят такой. Отеческий так группу Кипелов похлопал. Эти такие молодые, зеленые сидят слева двое. Голованов с Харьковым. Ну, во-первых, удовольствие отыграться. Вместе с одной из самых лучших групп вообще. В бывшем Советском Союзе. Мы очень быстро нашли общий язык, мы очень быстро сыгрались. Вот, с чему я, честно говоря, не сказал, удивлен. Ну, а это и подтверждает класс нашего... Эх, этот обнял, этот голову, такие обнимашечки, все сидят такие, друзьяшки хорошие. И что могло случиться, спросите у меня. А вот сегодня узнаем, что сегодня могло случиться. Может, хватит уже голову к голове прикладывать? Не такие уж вы, друзья, мне кажется. Просто камеру включили, и начинается какая-то, блин, эта игра на камеру. Что происходит? Немножко неловкость чувствует... Бля, а то ты не такой. Ощущается легонькая неловкость такая. Типа, да мы вообще нормальные все, давай щекой потремся друг от друга. Все, камеру выключили. Ну ладно, друзья, пошел. Блоколев, я рад тому, что с отличным отношением хочется поблагодарить. Что-то я градусы какие-то, что ли? Сокол 90 сказал, типа, бля, лол. Я не обратил внимание. Вы видели недовольного Маню, ему вообще не нравится. Все сидят довольные, вместе сидят. А Маньякин сидит отдельно с лицом. Ну, раз все благодарят, я тоже поблагодарю Виктора. Но я, конечно, его вообще ненавижу. Но просто раз все кипело говорить, надо благодарить. Я благодарю. Вот, пожалуйста, Виктор, вот моя благодарность. И с лицом, блин, потасканной черепахи, блин, высказывать какие-то позитивные слова, а на лице написано просто максимальное неприятие человека. Это, конечно, прям дорогого стоит. Ради этого мы и стримы смотрим, да? Чтоб поугарать. Супер человек. Супер, не вообще. Выдавил Маню улыбку. Кто наблюдательный, первая фраза его, пока... Блядь, Маня, ёпта. Маня, это ты, сокол. Пиздец. Просто чуть как будто... Кто наблюдательный, первая фраза его, пока он еще не начал улыбаться, там просто чуть... Как будто у человека кто-то умер уже. Это просто было прекрасно. Ну вот это гастроли, когда все устали, и, в принципе, уже просто было зарабатывание денег, вот это вот все подпортило, как обычно. Фэны многие восприняли это так. Смольский лицемер, он... Ну вот как я тоже воспринял свое время. Ориентируйся на слух. А то, типа, если такие сокращения играть, то получится у нас какой-нибудь гей-кол или гей-сок. Я не знаю, блядь. Типа, нравится сокращать, дохуя. Клички всем придумывать и смотрим. Видео говорит, идеальная работа, ребята, все круто. Все, спасибо. Идеальная работа. А потом... Мне не понравилось работать. Мне не понравилось работать в студии в России. Это было непрофессионально и не так, как я ждал от группы такого уровня. Люди, которые собирают стадионы, практически не репетируют, они не сыграны. Единственные разговоры при встрече у кого номер в гостинице лучше. Да, там были такие разговоры. Что же он ответит? Ситуация такая, что когда альбомы закончили... Вот о чем речь, джинатору. Ночь. Спускаешься в переход. А там голые музыканты группы Виконт и у всех стоят хуи. Сокол подходит к тебе и предлагает фит Гавнида и Виконт. Что будешь делать? Если есть куда бежать, то бежать. Если некуда, тогда, наверное, очевидно записывать фит. Просили. Но опять же, смотрите, сейчас в этом тексте, который нам на экране продемонстрировали, там было написано, что он говорит про концерты. А ему предъявлял интервьюер за то, что он показывает видео, где он говорит, что идеальная работа на студии была. То есть тоже немножко разные вещи. Он с Мольски про концерты говорит. Я же не помню, кто попросил или предложил. попробовать ввести этот альбом на западе. Я уже понял тогда... Мне пиздец, не жалко 50 рублей отдавать бомжу этому, чтобы его троллить еще раз. Что, как и всегда, когда ты, как продюсер, как за что-то отвечаешь, всегда камни в твою сторону. Угодить всем нереально. Сделаешь звук такой, скажут слишком жестко. Сделаешь его помягче, скажут, что мягче. Вот Фрэйдж тоже самое было. Там в «Straight or Hell» мы записали практически вживую. Людям не понравилось, что он такой чистый. Сделал 21-е жесточайший. Почему такой жесткий? То есть, ну, бесполезно. То есть, я пела вам было то же самое, что, в принципе, альбом, идеи, песни на самом деле очень хорошо получился. Абсолютно согласен. Альбом прекрасный получился. Я вообще не понял момента... Так, Данатис у нас появился. Норик, отличное настроение. Спасибо, бро, очень приятно. Полтосичек прилетел от Норика. О чем я там говорил? А, когда вышло «Реки времен», я думаю, офигенный альбом, все сведено, все классно, звучит прям классно. И потом я, честно говоря, не понял, вообще не понял, нафига его было ремастерить? Что там было не так? По-моему, прекрасно все звучит. Мне понравилось, шикарно все. Я смотрю, начинается... Какие-то телодвижения, ремастеринг. Что вам не понравилось? Хороший альбом, хорошее сведение. Так, еще Данатис у нас. Ты UFC смотришь? Каратист и довласый. Кто тебе там нравится? А что такое пренебрежение в какие-то... Каратист и довласый? Что такое не так седяное? Чем плоха седина, я не понимаю. И чем плох карате? UFC я не смотрю. Потому что... Подождите, UFC. Я в этих... Леди Шопс. А, Николай Носов писатель. Аббревиатурах? Запутался. Так, сейчас быстренько. А порно где? Ю, Торрент. Юники Пермь. Торрент. Юс. UFC. Типа сокол UFC сделал букву С. Ага. С не ту я сделал. Да, это бои без правил. Короче, нет. UFC я не смотрю. Господин Нейт. Потому что... Мне не нравится смотреть, когда мужики лежат друг на друге и тискаются. Да, там... Ну, конечно, не нравится. Конечно, бьют, там, кровь, но я предпочитаю смотреть единопорство, когда мужики стоят на ногах. А не когда друг на друге лежат. Мне не нравится это. Вот чисто из-за этого не смотрю. И было здорово. Сразу встает просто. То есть я это смотрю, как бы... Не как бои, а как там... В студии мне писать. В свободное время. Практически было все записано. Ну, основная часть. А гитары там тоже были какие-то записаны? Нет, гитар там... Просто я не понимаю, на что было записано? Там были какие-то такие... На... Идеи, наметки, там, что играть, вот. И я делал все гитарные оранжировки и записывал на барабанный бас уже там. Ну, если ты как бы умеешь не палиться, то ничего не цепалишь. Я, например, вообще почти все в инкогнитое делаю. Песни фактически были готовы. То есть музыка вся была написана нашими музыкантами. А Витру оставалось играть... Не обязательно же все на одном экране делать. Его гитарные, так сказать... А что с голосом кипело? Что за низкий голос? Слышите? Я такого голоса кипел вообще не слышал. С бадунац какого-то, что ли? Или что? Что там висит сзади? Какой-то бандаж непонятный. За 10 дней он записал все свои гитарные партии. Что для меня было откровение, поскольку предыдущий опыт работы с другими музыкантами. Городом больше времени уходил. Тебе осталось там что сделать? Сыграть все гитары, сделать аранжировку. То есть все сделать, что ли? Я что-то не понимаю. Весь альбом? Седой, на кой тебе два браузера? Один для чудовищ, другой для людей. Смольски сделал, или что? Я больше ничего не хотел. И потом возник такой вопрос, что давай, может быть, ты сведешь в студии. И я понял, что это будет главная боль. Просто, скажем так, по ответственности. Поэтому я предложил. Я говорю, ребят, давайте, кто-то едет со мной. Вот это для меня очень важно было, чтобы кто-то поехал со мной. Вот все правильно, человек говорит. И в принципе, в принципе, и такой группе, как Кипелов, как Кипелов, поехать за границу, чтобы свести альбом, это вообще ничего не стоит. Потому что Кипелов зарабатывает мощнейшие бабки. Но, как мы все знаем, Кипелов же у нас... Ну-ка, секунду, посмотрю. Насколько... Да, блядь, сука. У меня просто кое-где как раз лежат инсайды, которые я только что гуглил по поводу Миши Ряженки. И там, по-моему, как раз... Он же очень любит на даче время проводить. Зачем ехать? За границу сидеть в эту... За бугорную непонятную. Когда можно среди березок походить с корзиночкой, пособирать грибочки. На дачке время провести, да. И никто не поехал со Смольским, получается. И Смольский все это дело звал на себя. Хотя он звал, звал. Смотрите, он звал и... Блин, тут все что угодно, но... Кипелого нет, блин, да. Ну, сколько Ария стоит есть, сколько Мастер стоит есть. Маврин и так далее. Ну, понятно. Искипело музыкантов с собой. Я предлагал... Выберите кто. Судя по всему, никто не поедет. Там не такие уж огромные деньги вообще. Потому что он начинает это рассказывать, уже понятно, что сейчас будет... А шутки шутками, у меня сейчас два микрофона. Но, правда, из-за того, что у Сокола дебильный звук, второй не задействован. Что сейчас он скажет, что никто не поехал с ним? Ну, естественно, что логичнее было, что поехал Валера. Ну, чтобы как-то распределить... Да, Валера не хотел, потому что мне было тяжело, потому что, ну, скажем так, идея альбома, это же не моя была. То есть я приехал как гостевой. То есть понять концептуальность альбома гостевому музыканту непросто. Вот, тем более, что я... Смотрите, что произошло. Смольский, как он и всегда говорил, что это сессионный гитарист Кипеловит. Доверять альбом сессионному музыканту, это вообще очень странно со стороны всей группы. Я понимаю, что Кипелов там заправляет правит бал, но все-таки, все-таки, друзья мои, ехать своими делами заниматься, пусть там этот Смольский сам едет свои за границей и там сводит сам. Это же не человек, который прям за группу будет, ну, топить до последнего. Хотя, как я понял, Смольскому очень нравилось все это дело в Кипелове. И кто знает, кто знает, если бы все нормально сложилось, может, он был бы гитаристом Кипелова сейчас вместо Молчанова. Если бы не произошло вот этих всех ссор. А музыканты, никто с ним не поехал за границу, чтобы вместе сидеть и альбом свистить так, как надо, понимаете? Сведет, нормально. Он же в рейдж играет, нормально сделает. Так, что там, донат был или что? Я не это, что-то пропустил, пока загорился. Сырники со сметаной. Тебе сколько лет, Серега? Ты хороший блогер. И еще вопрос. Тебе бы хотелось после смерти в землю или в крематории? Просто вопрос из-за ниоткуда. Мне 41. Спасибо за хорошего блогера. После смерти крематория, естественно. Лежать в земле и гнить, это не кайф. Так, сейчас приду, мне опять насморк. Крематория, а прах развеять по ветру. Вот, самое нормальное. Не знал вообще, что за теки там лежат. И когда я это все взял и поехал в Германию и дал на студию, на меня посмотрели очень косо. Потому что, оказывается, треки, которые были прописаны, которые я не видел, там барабанные треки, это, это, были записаны очень... Коряло. Да. Вот теперь мы понимаем, друзья мои, причину ненависти Манякина. Оказывается, Смольский сказал, что Манякин криво записал барабаны. А для Манякина это же главный удар. Он же, Манякин-то, если кто помнит, он и Улериха хейтил за то, что тот кривой. То, что Улерих криво играет на барабанах. Ну, это правда. Сидел Манякин и рассказывал это с таким опломбом, что сам-то он играет, типа, ну раз он Улериха критикует... Я думаю, ровнее, не факт, конечно, не знаю, но то, что Улерих кривой очень, это да. Будет, что, типа, он же кривой, там, типа, с таким, ну как, с таким статусом и с таким весомостью, с такой, знаете, Манякин об этом говорил, я это видел сам в каком-то интервью. И тут какой-то сессионник. Какой-то сессионник говорит о том, что сам Манякин криво записал партии. Понятно, почему он ненавидит. И в некоторых таких крутых судьях мне просто сказали, что, видите, это все... Вот Кость, гость, правильно пишет в чате, если Кипелов не смог или не хотел, то нафиг другие там нужны, они все зеленые там были. Согласен. Кто должен был въехать? Не Манякин, который ничего не понимает вообще, кроме барабанов, ни в чем не понимает. И которого даже я заметил на Харьков тоже под... В каком-то... В какой-то записи с репетиции Кипелова я видел, что Харьков даже там немножко строит Манякина, что там то не так сыграть, тут не так, в общем, такое. И кому ехать? Харькову, который на тот момент еще не был вот этим вот Харьковым, который сейчас у нас есть, который уже таким зубром смотрится, прям таким весомым таким металюгой, который уже там прохавал все это с ног до головы и все концерты уже именитым музыкантом выглядит Харькову, солидным. Голованов, который сидит скромненько жмется рядом со Смольским в предыдущем... Не знаю даже о ком он. Кто должен поехать? Конечно, что должен быть поехать к Кипеловым. Все недовольства по сведению звука лежат только на Кипелове, потому что Смольский ему предлагал ехать с собой за границу и все это дело нормально свести. Нет, мы поехали на дачку отдыхать, конечно же. Ну, потому что раз Смольский уехал сводить альбом, значит, у Кипелова логично, мы додумываем, что у Кипелова был промежуток между его выступлениями и группа отдыхала. Все захотели отдохнуть, а Смольский отхерачил концерты и поехал за границу сводить альбом. А остальные все отдыхали. В общем, все претензии надо не к Смольскому за сведение звука, которое я считаю прекрасным, у рек времен. А к Кипелову, потому что он не поехал. Так, у нас донатит проскочил. Сырники с сметаной, 41, ты выглядишь максимум на 32, что ли, веган, или типа Лобанова из группы слов, которая тоже не стареет. Ну, я, да, и мне говорят, что я выгляжу на десяточку моложе. Это, конечно, очень приятно. Здоровый образ жизни. No алкоголь. На три десяточка. No cigarettes. Ну, и веганом я был сколько-то лет, сейчас я вегетарианец. Собственно говоря, ты практически попал. Я то веган, то вегетарианец. Я туда-сюда, туда-сюда хожу. В общем, плюс постоянный спорт. То есть, каждый день это зарядка, день через день это какой-то спорт. То есть, ну, гадкие вены все равно выпирают нобу. К сожалению. А лицо человека и физическая вообще кондицию всю эту на достаточно нормальном уровне. Как-то так. Исправлять. Спасибо за это. Это мы не вложимся до... Вот честно, я бы лучше выглядел как Смольский, выбирая между вот Соколом и Смольским. Но сколько ему лет, мне интересно. 52. Честно, вот просто выбирая между тем, как выглядеть вот как Сокол или как Смольский, однозначно вот так. Даже в твой двойной бюджет. Ну, просто тупо абстрагируясь от всего на свете, просто тупо внешность. Смольскому 52. Или... Да, то есть, кто не музыкант, может быть, не знает, я сейчас расскажу, что у тех, кто занимается музыкой и сводит свой материал записанный, многодорожечный, знают прекрасно, что у звукарей есть несколько прайсов для каждой определенной ситуации. Если ничего не надо редактировать, двигать, отрезать, пододвигать, выравнивать, то это один прайс. Если все нужно выравнивать, за каждое выравнивание каждого инструмента, это накидывается, 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 и это накидывается путь здоров. Поэтому именно то, о чем говорит Смольский, о том, что деньги, которые ты привез на сведение материала Кипелова, даже двойная эта сумма, она не окупит работы, которые нужно здесь провести по выравниванию перед сведением, то, что нужно сделать перед сведением. Просто подготовка к сведению, это уже большая работа, рассказывает нам Смольский. И это тоже нужно знать. Кто это не знает, я вам это подтверждаю. Так и есть. Как-то по-другому там какие-то студеные музыканты. Я говорю, нет, это отпадает сразу. Это должно быть все очень оригинально. И, в принципе, надо работать с этим материалом. Две студии, очень крутые студии, которые куда я сначала приехал, мне просто отказали. Мне просто сказали. С этим материалом мы не будем делать, потому что наше имя стоит в конце. И, извини меня, это не соответствует сыгранному качеству, с которым мы можем сделать хороший материал. И я нашел все-таки студию потом. И договорился, чтобы все, что только можно подправили, как-то там все, что можно. Ничего не рисуя. Ну вот пока Кипелов ходил и грибочки собирал. Смольский впахивал за группу, будучи сессионником. Неплохо, правда ли? А потом приехал, ему еще за этот альбом там нагоняйчик. А Маньякин записал его во враги. Ну там же барабаны кривые были. Как ты мог? Как ты мог? Потому что мы это обговаривали. Как-то что-то там корректируем, заменяем. Или мы оставляем? Оставляем. Все, о, какие. Ну, Питон перестал в мой адрес высираться. Ну нет, что ты высирал там недавно? Я на него реакцию снял. Про Сокола он снял реакцию. Я снял реакцию на него. Ну он там полностью повторил мои мысли. Если его там нет, потому что все-таки есть два метода. Блин, как прикольно Смольский говорит. Я прям наслаждаюсь, сижу его разговором. Вот это вот спокойствие. Спокойствие вот это вот. Заметили, как говорит маньяк? Он всегда немножко таким, немножко, сейчас слово подберу. Ну не за травышем, а таким, как бы, знаете, с опасочкой как-то всегда говорит что-то. Если говорит, он все время такой немножко как бы вжимается куда-то, знаете. Когда даже, несмотря на то, что когда утверждает какие-то вещи, вот рассказывая вот вставки, даже которые были, где он говорил там про врагов, он все равно немножко такой какой-то, знаете, напряженно скукоженный. А Смольский, посмотрите, насколько спокойно человек сидит и расслабленная манера речи вот эта приятная. Мне прям вот, я сижу, мне приятно уху. Блин, насколько кардинально человек по-другому заиграл для меня. Когда я его увидел, когда он, как он общается в жизни вообще. Настолько спокойным быть, это прям вообще. Ну это дорогого стоит, конечно. Работы в студии. Или ты очень хорошо сыграл. И это хороший материал, с которого ты делаешь хороший звук. Или ты рисуешь музыку. Рисуешь барабаны сэмплерные, там, если плохо сыграно. Там, делаешь какие-то ремпинг с гитарными рифами, там, все. Повторяю, те, кто видят меня впервые в очках. Это не для зрения, это защита от излучения экрана и вообще глазам приятнее становится. То есть это какая-то... Я... Дорогие очки, я покупал их в оптике, они без диод 3. В магазине в каком... Бля, лол. Внимание, короче, смотри. Лайфхак. А нахуй вообще нужны живые барабаны? Есть же много классных ВСТ, которые круто звучат. Или я чё-го-то не понимаю? Спасибо большое, Аноним, за донат. Ну, смотря в каком жанре. То есть там, где нецелесообразно делать живые барабаны, там, конечно, лучше делать ВСТ, которые и лучше звучат, и быстрее сделать, и ровнее, и проще, и хуманайс можно бахнуть. И всё на свете. Я, например, в MVPD особого смысла в живых барабанах там не видел, и постоянно мы делали неживые. Тем более, что я умею их прекрасно набивать, сразу с хорошей велосити, получается, на MIDI-клавиатуре, вот так. То есть у меня именно... Поскольку я пианонист ещё, и плюс я с 14 лет этой штукой баловался, именно барабанами такими, я умею вот так просто... Ну, и так всё равно, что как будто бы на пэдах играть, только на пианино. То есть там в бухле, допустим, я делал вот так вот... То есть я там даже вот такие вот штуки, типа бам-бам-бам-бам умею делать. Так что... Так что да. А где-то, где микронюансы, допустим, как-то важны, и их проще сыграть, чем нарисовать. И где барабанщик хороший, конечно, там, да. Но в каких-то метальных жанрах, мне кажется, особо нет смысла. Что-то как-то прям... То есть как быстрее, как проще. То есть если быстрее нарисовать, чем, допустим, барабанщик сыграет, и его потом нарезать, и дешевле, то лучше так. А если быстрее просто посадить барабанщика, он идеально сыграет сразу, тогда, конечно, садить. В каком-то цивильном магазине, таком прям, где мне там все измеряли, смотрели, и зрение у меня идеальное. Но вот мне показывали на эти очки с фонариком, там светят насквозь них светом, а свет ударяется в очки, но с другой стороны не выходит. То есть вот они светят над столом, то есть он задерживает какие-то излучения именно. Всем рекомендую для работы. Ну и, конечно, вас интеллекта прибавляет сразу. А то подумайте, что у сокола зрения садится там или еще что-то. Вот так, у нас донат новый. Кувырок в сельский туалет. Шикарный ник, конечно, прямо вообще. Физкульт, привет к артистам от тайских боксеров. Сам 7 лет отдал Маутай, не жалею. Кувырок в сельский туалет. Вот я всегда везде говорю... Я выключу одну из ламп. Ваших два самых любимых единоборства. Я всегда говорил, это каратэ, Кикушинкай и тайский бокс. Это самые крутые, самые красивые в движениях, в зрелищности, в какой-то... В мощи, в силе. Это вот для меня вот эти два стиля. Это жесткие стили, но они выглядят... Еще и выглядят красиво достаточно. Потому что есть каратэ, где просто какая-то... Или тейквондо возьмите, да? Оно выглядит некрасиво. Там удары с ногами, прыгают шикарно люди. Но сами спарринги, когда мы смотрим, они выглядят как эти... Невростенечки дергающиеся. Он, конечно, хорошо бьет с ногами, не вопрос. Но как это смотрится все? То есть тайский бокс, Кикушинкай. Они встали и... Действительно, как непоколебимые скалы начинают биться. Нет каких-то вот этих, знаете... Кунг-фу, вот эти вот обезьяна-журавль или как в тейквондо, там они хаотично прыгают. Это прям мощно и красиво выглядит. Это действительно. Ну и сами эти стили, они достаточно такие. Разрушительные, мощные. Из всех вот единоборств, которые я знаю. Ну бокс, понятно, бокс. Но бокс... Он тоже разрушительный и мощный. Но в боксе нет красоты такой, как в тайском боксе и в карате. Все-таки, когда у тебя не только руки, но и ноги летают, это выглядит круче гораздо. Но бокс мощная штука, конечно. Ну, в общем, короче... Я так понимаю, барабаны можно сделать неживые. Конечно. Все это... Отцемплировать. Да. Все нарезать, подровнять, все кривые переходики убрать. Можно было сделать так, но я так полагаю, ты хотел на что-то живое. Само-то и группа согласилась. Естественно, что вот как раз акцент был на том, чтобы все это максимально вживую было. А к сожалению... Теперь у меня будет под реки времен представляться только Кипелов, собирающий грибы. Все. Просто... Смольский, который сидит, обложившись наушниками и всякими пультами на студии. И Кипелов, который... Эх, российская мать, грибочки режет, собирает. Когда Смольский впахивает? Это был не тот вариант. А кто не знает, что такое сведение, это постоянная модерация, это приезжание, отслушивание, работа на самой студии со звукарями. То есть это не просто отдал, тебе показывают результат. И даже в таком варианте очень много нюансов, когда ты просто часы, дни тратишь времени просто по общению со звукарем, который сводит твой материал. Просто, ну представьте, вот на альбоме 10 песен есть, и тебе при... Материал сводит звукарь, присылает эти 10 песен, и ты по каждой песне начинаешь писать, что не так. И это по каждой песне, представляете, это сколько? Это прям надо написать, потому что вот так по телефону это все не скажешь, человек забудет. Это надо именно написать буковками на клавиатуре. И это до хера времени уделяет. А потом занимает. А потом ты отсылаешь это снова звукарю, он делает правки, снова высылает себе эти 10 песен, и ты снова пишешь по каждой песне, что не так. И этот процесс может длиться очень долго. И это прям... Я сам этим занимался, и знаю, что это так. Ну, во-первых, безумие делать сразу 10 песен. То есть ты это делаешь с одной песней обычно. Типа тебе присылают, ты шлешь правки, тебе присылают, ты шлешь правки. Ну, и так, может быть, несколько раз, да. Типа ты делаешь... Я не знаю, что там может час длиться, но то есть ты послушал, ты написал, то есть нужно уделить 5 минут, не знаю, по сути, несколько раз. Ну, как бы... Ну, да, на каждую песню по 5 минут вот уже и там что-то выйдет. Это прям работа. Это не то, что ты уехал за границу, отдал там, походил, погулял, забрал диски, приехал обратно кипело, вот цвели. Нет, это не так происходит. Были все так же записаны? Конечно. Есть много студий, особенно, особенно вот Скандинавия. Они очень рисуют много и используют одинаковые сэплеры. То есть, если даже вот слушаешь ютуб, они все звучат одинаково. Так, сырник с сметаной нам задонатили. А в чем отличие веган от викториан? Сокол вызвал противника на спаривание вместо спарринга. Хорошо, хорошо. Спасибо за... Фарианец, знаешь таких? Я слышал, но я не помню, что это значит. Это какая-то религия, насколько я помню, да? Это не относится к... Не относится к гастрономическому какому-то... Изыску. Так, в чем отличие? Вегетарианец ест и молочное, и растительное, но он не ест то, что было раньше живым. То, что двигалось, плавало, летало, ходило, бегало. То есть, вегетарианец может есть яйца, может есть продукты жизнедеятельности животных, то есть, там, яйца из молока, а то, что приготовлено, но не самих животных. А веган, он не ест даже вот этого. Он ест только растительное, но приготовлено термически. Вот разница. Так, еще один донатик у нас. Есть еще сыроеды, которые не едят то, что обработано термически. Прилетел от Дмитрий Афонин. Привет, сокол. Тебе не понравилось с обращением всегда власть скоротиться, но при этом сам допускаешь некорректность типа потасканной черепаха. Ну, понятно. Трольский вброс опять. Схуя ли это тролльский вброс, если это правильно подмечено? Все группы, которые на финф... Типа, блядь, ты назвал потасканной черепахой человека, и при этом возмущаешься, что к тебе обратились седовласый каратист. Потасканная черепаха звучит более оскорбительно. Это не трольский вброс, это тебя отлично подъебали. Ну, и, собственно... Покс записан. Все эти же... Вот. Шведский дезметал, слышишь там триггеры такие? Да, вот эти все триггеры, понимаешь, это... Мне, конечно, я больше за живой звук, конечно, да. Это делают общее звучание каким-то помощнее, но это же не то, что сыграно. Вот, вот. Я тоже этого самого придерживаюсь, это не то, что сыграно. И вот это вот звучание модное, когда... Делать вот звукари, это вот эти... Босс-бач... Босс-бочка. Рабочий. Босс-бачки, блядь, он ли? Ну, типа, ну... Дислексик. Ну, это... Просто, вот, подметьте этот момент, чтобы не удивляться, когда я говорю, что Сокол дизлексик, типа, в очередной раз. И что он путает слова. Реально, как бы, хотел спаривание, типа, вместо спаринга. И электросамотык вместо электросамотыка. Малый. Клавиши, вокал. И бубнящая, непонятная, басовитое что-то, засливающийся из гитары баса. Не разобрать ни самого баса, ни гитара. Все вот мощно так, мясисто звучит. Но вот отдельно вот этих всех инструментов их не слышно. Я вот такой звук не люблю. Прям вообще, меня раздражает. Вот, поэтому последний альбом мне и не понравился, к сожалению. Очень не понравился. Потому что он очень такой, синтетический такой получился для меня. Вот. И даже можно не переспрашивать, о чем речь идет, да? О каком последнем альбоме идет речь. Понятно, что это Звезды и Кресты, который хренелин лет назад был. Для меня он самый слабый по звуку, по энергии. Я не понял, что это. Зачем? Зачем? Вот это вот такое цифровое закомпрессованное сведение, которое не совсем... Ладно, отвечу господину. Может, это действительно не тролль, а просто человек не понимает. Хотя, мне кажется, тролль. Ну ладно, отвечу. При допускании комичных терминов, типа потасканной черепахи или куриной подмышки, как я обращался к Дмитрию Вилейкину в своей первой серии «Разносы его». Во-первых, это юмор, который направлен к своей аудитории в первую очередь. Твое обращение ко мне «Седовласый каратист» это момент, который ты используешь непосредственно. Это не его обращение, а какого-то другого чувака. Соответственно, обращаясь ко мне. То есть, ну, к объекту своего вопроса. В чем разница? В том, что я уже не раз говорил. О том, что недоброжелатели мои, любые, вы на своих каналах там где-то или на своих ресурсах где-то можете поливать меня помойкой сколько угодно. Но если вы приходите ко мне, будьте добры обращаться ко мне уважительно, если хотите от меня получить какой-то ответ или просто, ну, не быть забаненными, да? Ты же пришел ко мне на ресурсы, говоришь это мне именно. А я-то говорю о Дмитрии Вилейкине в своем «Разносе». Ты говоришь, блядь, не о Дмитрии Вилейкине, а, сука, о барабанщике Кипелова это. Я-то говорю это на своем канале. Я не пишу это ему в комментариях, ничего. Вот разницу, понимаешь? Несмотря даже, если просто закрыть глаза, что это просто, ну, юмор, о чем я в серии рассказывал. То есть, прежде чем задавать вопросы, друзья, мне кажется, стоит немножко порассуждать, поразмыслить. Но мне кажется, это все-таки тролльский вброс. Дмитрий Афонин. Так, следующий донат у нас «Горшочек». Как ты считаешь, ходить проституткам это норма? А то я хожу иногда. Я считаю, что ходить проституткам это норм. Почему? Я вообще за легализацию публичных домов. Я это уже не раз говорил. Самому мне это не особо нужно, но, опять же, ну, потому что у меня нет проблем вообще с женским полом и до моей девушки, и сейчас, когда она у меня есть, собственно, зачем мне куда-то ходить? Вот. Но эта профессия древнейшая, она всегда будет. Потому что у мужчин есть на это спрос, а некоторые женщины готовы это делать, и их это не парит. Но почему я за публичные дома вообще объясню сейчас, я уже где-то это говорил. О том, что у некоторых есть работы, которые не позволяют каких-то романтик, свиданий, каких-то встреч. Секс нужен всем, а тратить время на свидания типа дальнобойщиков или еще чего-то, каких-то таких профессий у некоторых людей не бывает просто возможности. И приехать в эти пару дней, которые ему есть, там отдохнуть, чтобы потом снова ехать в длительный рейс, где он тоже ни с кем не может особо там гулять, ходить, нюхать цветы и под звездами целоваться на скамеечке на вечерней. Для этого и нужны публичные дома, где будут дамы проверенные докторами, и ты можешь прийти спокойно, сбросить напряжение и дальше ехать в свою там эту, по работе куда-то. А у нас почему-то с этим борются, вот это вот куританство какое-то вводят непонятно. Понятно, что навязывать это нельзя ни в коем случае, и семейные отношения это все замечательно и прекрасно. Но наш мир несовершенен, у нас много есть работ, которые не позволяют человеку личной жизнью заниматься. Для таких людей обязательно нужен вот это отдушина. прийти быстро, сбросить сексуальное напряжение и все. Поэтому я считаю, что это все нужно легализовать. Как ни странно, соглашусь. И я пытался сделать максимально живое, максимально динамичное, потому что вот мне показалось, что как раз для такой музыки, особенно вот, скажем так, для какого-то русского рока, который акцент очень большой на язык, это неплохо. И поэтому мы крутили очень долго и порно, естественно, никто не приехал посмотреть. Я приглашал на проверку, на микс. Приедьте, посмотрите. Вот опять, смотрите. Первое. Никто не поехал со Смольским за границу работать над сведением. Никто. По мере того, как происходила работа за границей, Смольский говорит сейчас о том, что он несколько раз говорил проверить промежуточные варианты. Снова никто не проверил. Нахерен никому ничего не надо. Почему Смольскому-то нужно за всех вкалывать-то? Я не понимаю. Наверное, ему что-то заплатили сверху за работу. Я не знаю. Он об этом пока не сказал. Ему дали деньги на сведение, но я так полагаю, и за то, что он этим занимается тоже какие-то деньги он выделил ему группу. Ну блин, это Сессионик. Это Сессионик, Валера. И причем, это получился лучший альбом и по сведению, и по качеству материала, просто, и по самим песням, по всему. Это лучший альбом у Кипелого. И Смольского еще и хает за это. За что? Непонятно. Нормально все привози. Потом какие-то... Кстати, не забывайте лайки ставить, друзья мои. 280 человек нас смотрят. Пожалуйста, лайкосики. Я сам не понял, блядь, про какой альбом. Я не разбираюсь просто. Я даже не запомнил. Тирана какой-то, блядь. Я даже не знаю, что за рейдж, то есть я почти ничего не знаю. Ну не западло. Начали обиды там, вот я этого не слышу, я этого не слышу. Я говорю, ребят, а вы треки студийные слушали? Что там слышно, что не слышно? Если сбивки нет, то ее нет. И ее сложно придумать. А как они раньше работали? Я думаю, что... Редактировали. А как они раньше работали? Раньше они работали в Ари, где с видением и всем этим продюсированием занимался больше всех Дубинин. Потому что, ну, он больше всех песен пишет и как мы видим по вырезкам со студии, Дубинин всегда держит руку на пульсе, всегда. Он всегда в центре вот этого вот действа. Все, что касается группы. А Кипелов с Манякиным, как водится для них, это получился первый альбом, по сути, в их музыкальной карьере, за который они были ответственны. Потому что это была их новая группа и... Ну ладно, с Манякиным там что взять? Барабанщики особо никогда в сведении не участвовали, барабаны записали и дальше там сами делаете. Это, в принципе, часто встречается в моей практике такое, что барабанщики не участвуют. По сути, это первый альбом. Как вы работали раньше спрашивать интервьюер? Ну как? Мне как не работает их первый альбом. То всегда редактировалось, в принципе, и это не страшно. Можно редактировать. Давай пролаптивый выпуск пишет мне Антон Кузя. Я уже говорил, когда тролли соберут полтос денег, я с пролаптивого снова начну что-нибудь выпускать. Единоразовым платежом. Всего это... Вы можете, года могут идти, я не сдвинусь насчет этого ни в какую сторону. Пока я полтос денег не получу с троллей, я ничего пролаптиву не запишу. Неживой концерт. Все можно редактировать, но есть какая-то грань редактирования и в принципе, так как мы отредактировали, я считаю, что альбом получился очень хорошо. У меня вообще ни одной претензии к реку времен меня отредактировали, божественно. Видимо, реки времен, да. Просто наслаждался альбомом. Я согласен. Мне альбом нравится и я знаю огромное количество музыкантов, которые говорят, что до сих пор это вот самое удачное сведение, самый удачный звук из всего... Это я. Горшочек. Горшочек у нас варит сегодня. Я уверен, что процентов 70, у меня одна была проститутка на заре юности. И то бесплатно. С которой я просто понравился. Что ты пел и сделал? Во-первых, за 15-16 лет только три альбома и вот под последним часто пишут «Верните Смольского». И все вспоминают «Реки времен» альбом. Именно твое сведение. То есть, несмотря на то, что они его пересвели в итоге, там Олчанов переписался. Да, и ты проституткой был, блядь, Константин Сопрыкин. Тола. Все вспоминают. Виктор Смольский. Я считаю, что альбом получился хороший, живой и не знаю, что там кому не нравится. И особенно музыкантам. Потому что как раз на этом альбоме и всех музыкантов слышно. И сравните с этим даже с последним, то все санклированные и триггерные барабанчики звучат намного хуже, чем на реквиме. Маньякин на тебя, видимо, очень сильно я виделся по этому поводу, что ты привык работать с другого уровня музыкантами и требовал, видимо, от него на записи. Не только на записи, я его постоянно спинял, типа, играй нормально, играй ровно. Ну, Смольский, конечно, все это спокойно подает, но я понимаю, какая, Маньякин очень обидчивый человек. Один из самых обидчивых, наверное, людей, которых я знаю. Потому что вот тоже рассказывали про него и обижается, будь здоров только на все, что угодно просто. Человек обижается. Вот последние концерты наши завели именно из-за исполнения живьем. Исполнение живьем было, честно скажу, не самое лучшее. И меня это чуть-чуть удивляло, потому что на том уровне, на котором мы работали, была такая возможность показать качество, потому что я про то, и прекрасное время есть, и возможности, все есть. И, к сожалению... Смольский говорит, в принципе, прописные истины. Очень тяжело показывать уровень и качество, когда ты пашешь там на двух работах, а потом для души еще пытаешься группу как-то проталкивать. А когда ты получаешь нормальные бабки, занимаясь только музыкой, то там, конечно, свой уровень можно отшлифовать до таких пределов, что ни у кого не будет никаких вопросов. Вот как-то стараться сделать качество и, может быть, и позаниматься, а может быть, и взять дополнительные уроки, и как-то, может быть, что-то вот поговорить вообще о музыке больше иногда не мешало, потому что мы, на самом деле, в конце не разговаривали о музыке. И очень-очень-очень как-то качество опустилось очень сильно. И вот это меня огорчило. Я никогда там вот чисто так, ну, с кем-то не ругался, я ругался не собирался. И, честно скажу, с Манякиным прекрасно мы друг друга понимали. Мы очень так находили хорошо общий язык. Я думаю, что вот эти вот ссоры пошли именно вот из-за этих разговоров о качестве, о профессионализме. О разговорах о профессионализме. Смотрите, что говорит. Сейчас донатик, прочитаю. Секунду, мысль закончим. Очень важно. До этого момента все друг друга понимали, все прекрасно общались. Как только начались разговоры по душам именно о профессионализме музыкантов, я представляю прямо эту ситуацию. Манякин до этого момента очень хорошо общался со Смольским. Это же группа Рэйдж. Сейчас донатики посмотрю. Сейчас донатики посмотрю, секунду. Манякин хорошо относился к Смольскому, это же сам гитарист Рэйдж. Мы тут все, ты профессионал, я профессионал. И все мы такие профессионалы, играем в одной группе теперь, типа, любовь, цветочки и все такое. И тут неожиданно один из этих профессионалов, Смольский, начинает говорить другому профессионалу, что вот здесь у тебя бы, конечно, уровень бы подтянуть. И все, планочка падает сразу, понимаете, начинаются обиженки, типа, как ты мне посмел такое сказать? У меня уровень какой-то не тот, мне что-то надо подтянуть. Да я идеальный барабанщик, вон Уллерик кривой. Я это недавно говорил, а ты мне тут, блин. Че ты мне, блин? И все, и пошел разлад, вот с этого момента. И мне кажется, что даже уход Смольского из Кипелого больше вина... Смольского из Кипелого. В этом, конечно, манякин идет, потому что, как я понял, Думаю, сейчас до половины досмотрим. Нормально к этому относились? К его, ну, как сказать, сыплянием или разговором на тему манякинских барабанов. Манякин встал в позу и сказал, что ну все, этот человек для меня враг, я больше с ним не буду играть. И кого выберет Кипелого? Конечно, он выберет манякина, потому что манякин поддержал его с уходом из Арии, все они вместе вроде как, Кипелого в Арии из-за манякина впрягался. Понятно, а тут какой-то Смольский, все равно это чужак. Да он еще и Сессиоником себя называл. А то, что Сессионик может членом группы стать, это никто, видимо, не рассматривал. Вон, Дима Бельф у нас прокатился с нами на концерт в тур и стал участником группы. Ну, пожалуйста, а то, что Сессионик был сначала. Хорош, прекрасный парень. Так, донатики давайте прочитаем. Так, Митяй, привет, Сокол. Ты очень... Тоже очень понравилось это интервью, все по полочкам. Митяй, да, спасибо. Но мы еще не досмотрели его, ты уже, видимо, посмотрел второй раз со мной смотришь. А, Дмитрий Афонин, это не я назвал тебя каратистом, я не тролль. А, ну, понятно, понял. Понятно, видимо, там кто-то другой задавал. Ладно, хорошо. Ну, просто вопрос странный такой, то есть, ну, достаточно такой подозрительный, потому что, ну, я привык все-таки рассматривать человеческие поползновения в мой адрес с точки зрения, что либо человек троллит, либо человек глупый. Если он задает вопросы, которые, ну, лежат на поверхности, типа, либо человек ленивый, еще третий вариант, не хочет думать, то есть он не глупый, он мог бы до чего-то додуматься, но ему просто лень, он такой, а, пойду спрошу его, если он тебе бабки дает. Чем вопрос задать? Можно уже это вопрос и не задавать? Ну, вопрос не такой вопрос, знаете, на котором нельзя додуматься. То есть это не что-то сокровенное внутри у меня, до которого нельзя дойти самому. То есть, ну, не знаю, кто-то из этих трех категорий. Ленивый, глупый или тролль, но вопрос был немножко такой. И задело его что-то, гордость так, ну... Даже на том видео со студии, где вы записываетесь, вы сидите все на диване, манятин Александр остается в углу, и ты ему объясняешь, что вот, звук хорош, но немножко вот где-то так. Ну, вот смотрите, слышали, что произошло? Музыканты сидят, ржут, то есть они эту ситуацию уже не раз видели, когда Смольский выговаривает что-то за игру Манякину, и самое-то главное в конце, Манякин стоит недовольный, но в конце слышали, что Манякин сказал? Ну да, ошибка. То есть он признает, что претензии Смольского правильные, что там ошибка была, да. Он это сам понимает. И при всем при этом все равно обижается и злиться на него, но это вообще вот не круто. То есть понимаете, когда мне где-то говорят, что я ошибся, я всегда поднимаю руку и говорю, оу, ребята, извините, был неправ. Нельзя, никогда не бойтесь... А как насчет хэйметала для вечной жизни, срак? Друзья мои, извиняться, если вы понимаете, что были неправы. Вот намного хуже... Ну, неправда, блядь. Когда Сокол извинялся, будучи неправым? Выглядите, когда вы начинаете отпираться и до последнего доказывать, вместо того, чтобы повысить свой уровень игры, вместо этого мы начинаем с Мольского из группы выживать и начинаем на него обижаться, врагом называть. За то, что ты сам признаешь, что его претензии обоснованы. Это вообще как? Саня, Манякин, может быть... Ладно, что с обижок и взять? Так, я... Я вообще все доказал посмотрел. Да, на доказал ответил, так, понятно. Ну, честно говоря, я всегда-всегда везде всегда боролся за качество. Знаешь, никто не говорил, давайте пригласим кого-то, кто сыграет лучше. нет мне просто хотелось пости подстегнуть ребят ребят как-то чтобы они вот да чтоб как-то вот качество не а мне такой чувство вот в конце было что просто ребята копейка идет зал распространить что ты к нам пристал денежка идет зал и полный чё тебе надо еще и так сойдет и так сойдет видите ох маньяки маньяки с какими-то сбивками там попадаю в раз или не попадаю я звезда и друзья напишите что у кипелова был перерыв какое-то время недавно и он не играл с группой играл какой-то другой молодой парень что у него со здоровьем был напишите пожалуйста просто дико расстраиваться для меня в первую очередь делать музыка это делать и персонально это я не пришел из кого-то панка где музыка была какое-то дополнение какому-то просто баллежу для меня качество всегда стоял на первом месте и было бы странно да то есть рейдж уровень такой держали всегда и выходит альбомки пела потом ты принял участие и он был часы показали так и принципе жалко потому что валера прекраснейший вокалист и принципе концерты все хорошие были но были нюансы которые мы запросто могли бы все досюда рассмотрим и хватит и сделать может чуть поинтереснее ребят царете тогда всем пока кипелов говорил мы как широкие русские люди на группы он же решил активно этим воспользоваться и заняться собственным пиаром а записи вообще трудно вспомнить без содрогания в итоге я был неприятно удивлен качество записи возможно просто воспользовался положением ради финансового интереса вышло так что мы отнесли с нему со всей душой а в ответ получили не слишком приятные вещи все 1.30 ровно всем пока пока пока